Настройте спутниковый контроллер, чтобы получить заново сигнал. Располагается на крыше. Блин, мне на крышу идти надо. О! О! Стой! Посветить. И отвернуться. И 10 секунд стоять. А, помогите. Страшные игры с Манвером. А! Добрый день, дамы и господа. Мы находимся в игрушке Dead Signal. Я, если честно, не в курсе, что это за игрушка. Я просто был очень жестко забайчен на ее название. Еще на вот эту вот антенночку, которая там нарисована. Я реально сразу же выдал жижу и просто нажал кнопку купить до той поры, что кнопка аж сломалась, когда я тыкал на нее. Все, погнали смотреть, что это такое. Говорят, тут надо искать какие-то типа сигналы. И к нам могут какие-то воры в масочках в хате ворваться. В принципе, нормально. Сейчас посмотрим. Сильно много не читал. Сложность. Казуал. Это не для меня. Нормал или кошмарчик. Кошмарчик будет скоро. Посмотрите, тут черепок изображен. Не знаю, что это за жесть. Давайте, давайте на нормале сыграем. В году 2021 было свыше 85 миллионов охранных камер. В Соединенных Штатах только. Больше, чем половина этих камер, можно было в них легко вломиться. Они мониторили бизнесы, публичные парки, массовые перевозки и даже ваши дома. Акт размещения скрытых камер настолько общий, что целые бизнесы стоят за этим дерьмом. Это представляет монетизированную опцию для теневых индивидуалов и организаций. Организации, которые управляются среди Даркнета. Вам выпала честь сыграть в одной из таких организаций, которая называется VIVEX. Которая запускается, управляется тенями вашим работодателем. У вас задача смотреть за вашим работником мониторя CamSpy сеть. Ни хрена себе, как страшно. Сеть взламывается и содержит в себе скрытые камеры. Вы будете сообщать кое-что об интересных вещах, чтобы удовлетворить ваших покупателей. Но время это деньги и вы должны встретить все достойно. Вот так вот. А вам нужно доставлять посылки теневым штрихам в вашем апартмент комплексе через вашу смену. Готовьтесь, ваша смена сейчас начнется. Будет ли это плавная ночка, так или не так? Ну что, давайте посмотрим, давайте посмотрим, начинаем тогда. Начать смену. Короче, она походу похожа на сигнал-симулятор или какой-нибудь войсис. Ни хрена, а что по фризам? Стопэ, 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 братан. Вроде без фриза пошло. Вообще отлично. Я проснулся у себя на хате, два квадрата. Сейчас, погодите, можно как-то выглянуть из хаты? Нет, нельзя. Вот мои компуктеры лежат. Что это такое? Это смазочка. Дискетка. Ключики. Блин, мне показалось, это какая-то телекомпания Вита. Это просто тянка оказалась. Так, вот здесь вот тоже Анна Каренина. Скоро она сделает дроп под поезд. Погнали на нашу смену. Ни хрена у меня квартирка. Вот это хата. Ля, ё-моё. Что это такое? Замок. Тут замки тоже есть? Можно тыкать замки. Что тут еще? Это, этот мой малой светозар трудится. Все, в принципе, нормально. Ну что, давайте, можно я как-то поработаю? Вот, присесть. Давайте сядем. Ага. Использовать компуктер. Вы хотите сыграть в туториал? Ну давайте посмотрим, что это такое. Вивикс. Добро пожаловать в Вивикс Организацию. Рекрут. Этот процесс поможет вам лучше понять о доскам спаи сетевую систему. Давайте посмотрим. На протяжении вашей смены вы ответственны за мониторинг камер, которые вам были доверены. Чтобы навигировать по камерам, используйте вот эти вот стрелочки. Ага. Вы можете нажать стрелочки на А, Д кнопки. Окей, я понял. Пока вы мониторите камеры, вы должны репортировать о чем-то интересном. Чтобы начать репорт, нужно нажать кнопочку файл репорт. Ни хрена себе. Чтобы репортировать файлы, вы должны выбрать правильную категорию, связанную с ивентом, который вы увидели. Но это типа как в каталоге Манделлы было. В конце каждой вашей смены вы должны встретиться с требуемым количеством очков, чтобы закончить смену. Вот здесь они написаны. Ни хрена. Ваша безопасность это наша забота номер один. Поэтому мы установили SAV, технологический кейпад секьюрити на вашу охрану. Это этот кодовый замок у меня стоит. Пятизначный цифровой код. Это тот код от этого, от моего замка 00494. Апдейтите коды. Вот так вот. Слушайте, я все понял? Начинаем. Наша первая смена, да? Погодите. А, мы по камерам пялим, типа. Стой. Все, я понял, я понял. Мы начинаем уже пялить, емае. Дима, емае, я уже жестко даванул. Так а что вы кого? Что вы даванули-то? Погодите. Ой, емае, вот это реально подозрительно. Кого-то, по-моему, порезали в какой-то камере. Что это такое подозрительное? Можно отправить? Отправление репорта идет. Емейл какой-то пришел. Что это за херня? Продолжай смотреть. В смысле там кровавый стул был? Почему он мне сказал, что это за херня? Блин, не, ну эти парни в Даркнете реально избалованные. Ты просто посмотри на них. Вон, спальня какая-то лежит. Хайповая. Сколько здесь квартир? Короче, я так понял, мы лутаем до тех пор, пока не найдем. То есть кровь это не подозрительно, да, по-вашему, понимаете? Монвер, это ты контролируешь Даркнет? Да, да, да. Я вот в этой, в маске с золотым плевочком. Надо было еще голос поменять. У нас камеры находятся по всему миру. Мы и наши бегунки мониторят эти камеры и работают на сменах, отправляют репорты. Мы контролируем полмира на самом деле, находясь при этом в тени и незамеченными. Тут где-то выход, я по хате хочу пошариться. А, вот Икс. Вот оно. Вот тут фонарь есть. Стой, вот. Я могу шариться по хате? Погнали бы лучше посмотрим. Что-то в камерах нихрена не происходит. Лучше, знаете, изучить свою квартиру. Какой-то Смит создал этот толкан. У меня такое подозрение, что ко мне кто-то в квартиру хочет вломиться. Как там 0-0? Какой код? Можно приблизить? Стой. А, 0-0-4-9-4. Ну-ка погнали на улицу, сходим. Используем. О, ёпта! Ни хрена себе. Закрыть дверь. А кодовый замок кто будет закрывать? Стой. 0-0-4-9-4. Вести. Всё, мы закрыли на замок. Вот так она срабатывает. Ну-ка погнали прогуляемся. Моя квартира 9А, если ещё запомните. Ну, соседи дома. Хозяева. Откройте двери. Блин, кто-то оставил тяги снаружи очень жёсткие. Банановые какие-то. Вот, тут лифток есть, ребята. Живая музыка. Расположение. Даунтаун. Октябрь 6... Октябрь, блин. Слово, свет работает? Ни хрена себе. А чё бы сразу-то так не сказали? Стойте. Вызвать лифт. Я не знаю, зачем я это делаю во время моей смены. Меня, по-моему, парняги с Даркнета просто дёрнут за такое. Хайповая музыка в элеваторе. А куда мне вообще, собственно, ехать? Чё такое R? Давайте в подвал съездим. А, R это roof. Я думал, это подвал. Нет, сам факт того, что можно шариться, даже по крыше, это прикольно. Это, типа, прятаться. Это похоже реально на сигнал-симулятор, только... О, нет, теперь это ещё больше похоже на сигнал-симулятор. Мы куда-то приехали. Во! Потерялся. А, если он у вас есть, пожалуйста, верните его. Награда. Безалкогольное пиво. В смысле, кто-то деда украл из хаты. Что? Погнали обратно. Здесь у нас нихрена нету. Четвёртый этаж сейчас посмотрим. Блин, знаете, спокойные на хайпе. Главное, чтобы никто с ножом не стоял за этой дверью и не дёрнул меня. Потому что я реально заору, если это произойдёт. Какие-то буклетики раскидали. О, тут какая-то тянка живёт, походу. Ну, поехали тогда на девятый этаж, раз я там на девятом. Мне сказали. 9А. А, реально 9А, это я. Надо сменить кодовый замок срочно. Использовать кейпад. Ну, давайте нашу стандартную. 00228. А, 0... Погоди, а я почему так думал? 00494. Это они мне кодовые замки, что ли, дают? А какой там замок? Кто-то сменил? 24366. Кто мне код сменил? В смысле? 24336. Там кто-то с кодами балуются. Алё. Не понял. Только что код был. 75443. Чё происходит? 75443. Есть, есть. Кто-то два раза мне кода сменил. Так, надо хату проверить всю. Смит, это ты? Почему у меня на календаре написано 47-й год? Сейчас, какой год сегодня? Тихо, тихо, тихо. Надо всё проверить. Шкафы вот это вот всё. Блин, вот эта... Вот эта баба меня напугала только что слегка. Но я не заорал, это не считается за выдачу жижи. Ага, ага, ага. Ладно, погнали за работу, мы пока не нашли ничего подозрительного даже. Вот, какой-то штрих пишет. Итак, у меня получилось рандомное сообщение от кого-то, кто называет себя Адом. Он знал моё реальное имя, и он сказал, что он отправляет компании Мой Путь? Или что он сказал? Вы знаете, кто это? Дерьмо, это нехорошо. Он является серьёзной проблемой. Я знаю парня, который работал с ним раньше, но он мне должен. Дайте мне связаться с ним, я ему отправлю ваше сообщение. А, у меня есть посылка, которая должна быть доставлена в вашу локацию. Комната 10А. У вас 45 минут, чтобы выполнить эту доставку. Комната 10А? Блин, тут какие-то штрихи пишут. Адам. Вот, и он связался с этим, с Рональдом. Или это я? Под никнеймом, она меня не любит. Привет, Рональд. Какое тупое у тебя имя. Я знаю, что ты меня не знаешь, но давай-ка я скажу, что я тебя знаю. Похоже, у нас кое-какие тёрки, ты работаешь на Vivix. Короче, давай просто скажем, что у меня есть некоторые друзья, многоточие, которые идут к тебе, чтобы оказать тебе визит. И этот штрих отвечает, кто ты, блядь, такой? Чё происходит? Комната 10А, нам нужно выполнить доставку посылки, а куда её принести? Короче, погнали, комната 10А, let's go. Я не знаю, кто вот этот штрих, который в чате писал, которого зовут, она меня не любит. Либо это я, либо это общий чатик. Скорее, 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 скорее. Сейчас заберём там посылку, и мне её надо в комнату. Не иди туда, это дуэдо. Мне босс сказал, у меня 45 минут, иначе он меня уволит. Комната 10А. Где здесь? 10С, 10А. И чё? По-моему, это отвлекание внимания было какое-то. Или мне принести чё-то надо было сюда? Чё-то, по-моему, меня зря просто из квартиры забайтили выйти. Так, пацаны, поехали-ка в хату. Мне чё-то страшновато уже начинает становиться. Бля, мне в квартиру даже страшно возвращаться. Тихо, сообщение. Эй, послушай, я знаю, что это ненормальная ночь, но ты пропустил доставку. А, я просрал уже. Мне надо было за компом сидеть всё это время, блин. Я провинился перед штрихом, походу. Да-да-да-да-да, вот он. Это он мне пишет. Короче, вот это, это меня так зовут. Она меня не любит. Это про мою соседку, которая на этаже. Давай это просто забудем про это, говорит. Не позволяй этому случиться ещё раз. Всё, вас понял. Всё, я просто сижу на хате и... Не это. Не ширыкаюсь и не дёргаюсь даже. А, ну пока что, смотрите, 11-14 это типа вечер сейчас. По-любому ночью какая дичь начнётся, как в сигнал-симуляторе такая же. У меня есть посылка, которую надо доставить. Должна быть доставлена в ваше место. Комната 10Б. У вас 45 минут. Ну погнали, 10Б так 10Б. А где посылка-то сама, собственно, братан? Сейчас я ещё раз удостоверюсь перед тем, как из хаты выйти, что... Это не я должен быть... Не я должен, как сказать, не от себя нести-то, а ко мне. В 10Б так 10Б, ну погнали, чё. А почему у меня дверь открыта? Так, ладно, не будем вопросы задавать. 10Б. Кто-то лифтом пользовался. Или он мне новый кодзовый замок отправил, то, что я должен был его ввести и код сбросился. Или кто-то ко мне заходил в хату сейчас. 10Б. Кто это? Чё ему надо? Подойти к нему или нет? Вы кто? А. Да, подойди ближе. Чё этой бабе надо? Это та самая тянка из подъезда? Лё, какая страшная. А! А! Меня баба убила! Я думал, это связной, типа, мне с ней побазарить надо. Это, то есть, вот этот челик, он меня, походу, хотел устранить. Вот этот босс, который отправил меня в комнату 10Б. Ну-ка, ещё раз. Блин, мне, ну знаете, чё стыдно? То, что это тянка была, а не мужик. План действий такой. Как только я увижу эту бабу, я сразу же тыкаю на обратно на свой девятый этаж и бегу просто в хату к себе. Закрываюсь там нафиг на все замки. Скажем так, что у меня есть друзья, которые хотят тебе нанести визит. Это вот эта баба мне нанесла визит, понял? Кто ты такой? Это я ему ответил. У меня получилось рандомное сообщение. Да-да-да-да-да, это я сейчас пишу этому штриху. Да, я свяжусь со штрихом и отправлю... А, и скажу ему, чтобы он отправил тебе сообщение. А, и вот этот третий штрих мне сейчас будет отправлять данные какие-то. Он знает, кто вот эти вот люди, которые придут ко мне. Так, это не то. Вот Клинт какой-то написал мне. Я получил некоторые детали от теневой корпорации о ситуации с Адамом, с вот этим штрихом, который мне написал. Во-первых, нужно начать с того, рассказать, что тип той работы, которую ты делаешь, жалкая и отвратительная. Это про то, что я камеру смотрю. Единственная причина, по которой я тебе помогаю прямо сейчас, это потому что я владею... А, потому что я должен этой корпорацией. Меня зовут Клинт. Я общался с вот этим Адамом в прошлом, и это была одна из худших вещей в моей жизни. Адам любит играть в такие игрульки. Это типа угрожать людям, как он мне написал. Типа путать людей и так далее. У него есть массивная аудитория в Даркнете, которая платит множество денег за то, что его шоу смотрят. Ни хрена, он за мной наблюдает этот штрих. Вот этот Адам. Вот этот, который мне написал. Всю его работу выполняют Лукас и Нойер. Походу Нойер, это вон та баба, которая ко мне приходила. Теперь они просто идут к тебе, чтобы убить тебя. Нет. Ты видишь, как Адам любит играть в такие игрушки, и тебе повезло, что есть правила. Я с ними связывался раньше и слышал, некоторые вещи изменились. Дай я тебе кое-что объясню. У тебя есть фонарик? Будь уверен, что он у тебя с собой есть. Так, понял. Лукас профессиональный хитман. Это штрих. Его выбор оружия в основном пистолет с глушителем. Но я слышал, что недавно он начал использовать и винтовку. Ни хрена себе. Я и проинформировал тебя, что у тебя есть охранные системы. Ты должен удостовериться, что твоя дверь остается всегда закрыта, когда ты внутри хаты. Когда ты уходишь, будь уверен, что ты закрыл дверь за собой. Если ты продолжишь держать ее закрытой, он не сможет туда залезть. Однако он будет использовать другие методы. Ни хрена себе. В этот момент как раз таки он и достанет винтовочку, чтобы вальнуть тебя. Достоверься о том, что ты смотришь в своей квартире за красным лазером. А он типа со снайпы будет в хату целиться или что? Если ты ее увидишь, избегай ее любой ценой и садись в укрытие. Ё-моё, у него ган. Это ганер, пацаны. У тебя есть где-то спрятаться? Если у тебя есть, прячься и жди его. А если ты выключишь свет, он сдастся быстрее и не будет здесь околачиваться долго. А, ну типа он целиться не будет в хату. Не включай свой фонарик, когда ты бегаешь тут вокруг. А, ну понятно, он в фонарик просто стреляет тогда и все. Ё-моё. Стой, стой, стой. А как с ними бороться-то? У меня посылка есть, которую надо достать. Босс мне сказал. Если вы увидите мужика в маске, вот я как в коридоре увидел, вам нужно посветить фонарем на него. Кто-то постучал. Потом отвернуть свое лицо на 10 секунд, но не подходить слишком близко, держать дистанцию. Если вы увидите женщину, она действует по-другому. Она захочет, чтобы вы подошли к ней ближе. Я уже подходил реально близко. Подойдите к ней на 2 фута дистанции, то есть 2 шага, но не слишком близко она вас убьет. Да меня она убила уже, да-да-да. Как только вы подберетесь ближе к ней, вам нужно повернуться и стоять спокойно ровно, не двигаться. Ждать 10 секунд, и потом вы должны быть в безопасности. Вот и все, удачи. Короче, там 10 секунд, что-то развернуться, куда-то поперхнуться. Сейчас посмотрим. Короче, смотрите, если к вам в жизни подходит женщина и говорит, подойди-ка ко мне, подходите к ней поближе, на расстоянии двух шагов замираете и разворачиваетесь, и стоите к ней спиной 10 секунд, потом вы будете в безопасности. Так, я пока поищу фонарь, где он тут лежал. Спрятаться можно под кроватью. Ну-ка сейчас посмотрим. Ни хрена себе. Нормально это, если кто-то за мной придет. А, вот он. Все. Он просто в рандомном месте спавнится. Там нога на парковке. Где? Какая нога? Что за байт? Реально нога. Подозрительно. Отправить. Реально нога лежит. Во, этот репорт пойдет. Продолжай в том же духе. Один из четырех. Вот здесь как-то рябит изображение, да? Странно. Как будто это подставное. Вон там что-то что-то лежит. Подозрительно отправить. Может быть high value это? Во! Этот репорт хороший. Что еще ты сможешь найти? Вот, high value. Они посылку положили. Они заменили изображение, когда оно плыло. И потом моргнуло, и появилась вот эта посылка. Во, видали, что я вытворяю? У нас уже два из четырех. Еще два успешных рейда. И моя смена будет завершена. Что происходит? Настройте спутниковый контроль. Троллер, чтобы получить заново сигнал. Располагается на крыше. Блин, мне на крышу идти надо. О! О! Стой! Посветить. И отвернуться. И десять секунд стоять. Сколько прошло секунд? Он ушел? Он ушел или нет? Он ушел. Фу. О! Как он зашел ко мне в хату? Так, хода пароходу на крышу. Ё-моё. Хорошо, что гайды сработали. Так, в лифте никого. Все, поехали. Какой там? Эр. Эр. Руф. Руф. Есть. Ты тупой, иди на крышу. Сам ты тупой, я иду на крышу. Ё-моё. Зачем ты обзываешься? Зачем вот это вот? Осуждаю. Все, осуждаю. Нет! Кто это? Это баба? Это баба или нет? Дрон летает. Это кто? Это мужик или женщина? Вы можете понять? Это женщина. Подойти к ней на два фута. Я понял. Да-да-да. Ком клосер. Так. О! О! Сказали же отвернуться. Он же говорил отвернуться. Он сказал отвернуться же от нее. Два... Сколько два фута? Погоди. Я сейчас загуглю. Нет, метры в футы нам нужны. Метры в футы. Сколько это вообще? Один метр, три фута. В метре от нее надо встать. Так там нифига? Там на грани надо было вообще стоять. Бабка Грэнни, что? Баба вообще. Вот мужика легко контрить. У мужика просто на долях там посветил фонарем и все и нормально. Так, коды 41550. Мы закрыты? Мы закрыты. Отлично. Все, продолжаем. Начинаем работать. У меня есть посылка, которая должна быть доставлена. Нет. Комната 2С. Ну что ж, господа. Комната 2С. Нужно доставить посылку. На крыше никого? Вот, дрончик приехал. Все, есть. Привезли, привезли, привезли. Теперь самое простое. До комнаты 2С надо добраться. Блин, Дуэнда, привет. Блин, хоть бы мужик выпал. Мужика вообще легко просто. Я его попущу сразу же. Третий этаж. Сейчас мы приезжаем на второй. Е, бой. Ну. Есть. 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 2С. 2С. Как? Есть. Да. И домой. И домой. Быстрее. Девятый. Да, 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 да. У меня получается. Блин, у меня вообще потные ладохи. И сейчас главное закрыться просто в хате. И чтоб у меня никого на хате не было. Никаких ни снайперов, никого. Мне ничего не надо. Ну? Спокойно. Да. 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 А какой код? 95. Оу, е. О, мага. О, хо. Клиент получил посылку. Хорошая работа. И что, я прошел? У меня 2 из 2, алло. Я могу закончить смену? И что? И сколько я должен заданий выполнить? Алло. Что за, что за кидок продакшн? Выпустите меня. 0,4 теперь задание? В смысле? Это что, следующий день наступил? А как же сохраниться? Как сохраниться-то? Никак. Это бесконечный движ. Так меня прям за компом могут грохнуть. Почему у меня занавесок нету? Что? Что это было? Что-то скрипнуло где-то. А где здесь свет? Во. Что-то это. Снайпер, если зацелится на меня. Снайпер. Я сразу увернусь. Какой-то тип стоит. Смотрите, в капике. Кто это? Подозрительный. Кто ты такой? Че он там трется ночью? В 11 часов вечера. Че он там? Наяривает за гаражами? Моросит в кармашки? Что ему надо? Да. Отличный репорт. Это наблюдатели с Гаррис Мода. Это че, черная фигура? Можно было еще Джимена сюда воткнуть. Блин, но сейчас если посылку опять отправлять, вот это будет жесть. Это будет реально жесть. Если там женщина будет стоять, она по-любому там встанет. Так, че, проверим лазеры. Нету лазеров. Все, все. А! Бля! Бля! Ёпта! Это было как-то взаимосвязано, или что? Так, че, проверим лазеры и просто пуля в лоб. Меня шутера забрали, пацаны. Для юных снайпера проработали по мне. Стойте, смена до пяти утра. Нету мистера Дефляко. Кто такой мистер Дефляко? Ха-ха-ха-ха-ха. Блин, я сидел, думал, как с женщиной бороться, а меня просто застрелили и все. Так, ну вроде все спокойно, да? Какой кот быстрее? Ха-ха-ха-ха! Есть, у нас одно очко! Бля, че тут это? Нету лазеров. Давай, снайпер. Вот вы так и надеетесь на снайпера. Будет ли нарезка? Вот это надо будет дропать. Давай, снайпер, я на тебя почку поставил. Идите, вы знаете, со своим снайпером. Но он же должен как-то целить, типа, туда-сюда, такой. Так, пристрелочный, там, лево-право. Чекай. Снайпер, ёпта! Снайпер! Снайпер, блин! Че мне делать? Он лучит, блин. Финский парень обрабатывает мою квартиру. Он лучит, паскуда, китайским лазером. Смотри-ка, че делает. Пошел в попу отсюда. О, тихо. Попади в сучару манерскую. Пошел ты в жопу! А как свет выключить? Вот там выключатель света. Я не могу до туда дойти. Мне нужно сесть за компик срочно, ребята. А, так он лох. Он не с той квартиры целится, поняли? Он не там сидит, где надо. Вообще пофиг. Я просто смертник. Под лазерным лучом сейчас посидеть. Это лазерная указка просто отбой. Может, это дети? Блин, ну кто-то реально балуется очень жестко. Я сижу, сижу и так. Блин, они меня хотят очень жестко грохнуть. Посылка, комната 2С. А как мне выйти-то из хаты? Он на выход целится. Че, балбес, я знаю о твоем присутствии тут. Так он мне в жопу стрельнет, когда я выбегать буду. Стой, а как бороться? У меня же есть информация. Где этот лазер? Красный лазер. Избегайте его любой ценой и в укрытие. У вас есть где спрятаться? Ай, бля! У вас есть где спрятаться? Уже нету. На том свете теперь только походу спрячемся. Че, довольны? Кто там ставил на меня? Так а штрих писал, типа, мне надо коды контролить. И если коды будут верны, и штрихи разозлятся, и они начинают снайперку юзать. Там так и было написано. Стойте, надо быстрее эту информацию проработать по снайперочку. Где он там есть-то? Вот, Клинт. Как там прятаться-то от снайпера? Не оставляйте свой фонарик включенным, когда... А, надо было спрятаться и сидеть в укрытии. Я уже три из двух заданий выполнил. О! О! Короче, если темно, он должен сдастся быстро. Он сдастся. А знаете, че самое страшное? То, что могут код сменить. Он сдался, да, походу? По-моему, он соскочил. Хэ, лох. Хе-хе. Хе-хе-хе. Я развел этого снайпера. Я пережил снайпера, походу. Он в Финляндию уехал. А дверь-то реально открыта была, пацаны. Я просрал, походу. Опа! Уолтер Уайт пришел с бомбой в эту... В больницу. У меня есть посылка, которую надо достать. О, нет. 7А. Поехали. Нет! 10 секунд. 10 секунд. Он ушел. Есть. 7А комната. Так пароль только поменялся. Этот штрих ко мне в хату сразу же залез. Нет. Ну вот и... Вот и контроль, пацаны, подошел. Походу, мой путь здесь и заканчивается. Встать в метре от нее. Насколько ближе? И не двигаться. Она говорит, don't move. Я не двигаюсь. Я не двигаюсь. Я не двигаюсь, пацаны. Сколько? Так я ж не двигался, сука! Так я ж не двигался! А ачивка была, типа, двинуться, когда... Походу, я мышку дернул, когда испугался. Пацаны, в ум он момент меня поглотил. Двинулся, когда женщина Нойер сказала вам не двигаться. Это достижение есть у 9% игроков. Видали, я ее не послушался, какой я плохой. Она меня аж запиздила молотком сразу, наглухо. В принципе, как-то так. Будьте осторожны, ребята, с этими вумен. Это реально страшно. О, нет. Все, ребята, я пошел спать на этой минутке. Меня просто забила женщина молотком. Все, ББ, заходим в новую учебную неделю, учим уроки, заполняем дневнички, делаем все, что скажет преподша. Когда отворачиваетесь от учителя, главное, не двигайтесь, иначе она вас указкой так же забьет. Все, давайте, ребятки, пока. Всем пока. Продолжение следует...